Всем привет! Я много раз задавал себе вопрос, почему так называемая западная музыка звучит как-то естественно. Почему русские музыканты, которые играют электрический рок-н-ролл, ну что-то, рок-н-ролл в общем, в глобальном понятии этого понятия, извините, почему что-то вот чаще всего что-то не стыкуется, что-то на подсозрительном уровне царапает, зацепляется, что-то не укладывается, что-то вот не лезет в форму как-то почему-то. Это не зависит от языка, от русского, от французского, от немецкого совершенно никоим образом. Что-то в самой музыке какая-то не идет, какой-то идет рассинхрон. Не имею я в виду то, что музыканты играют несинхронно, не попадают, все попадают. Сама суть музыки, она как-то не укладывается, какой-то дискомфорт получается. Самое простое объяснение заключается в том, что так называемая западная музыка построена на музыке народной, на своих корнях. Вы скажете, ага, давайте играть тогда рок-н-ролл на русских корнях, наденем кокошники, эти самые смазные сапоги, возьмем балалайки, ну и будет то, что мы видим по телевизору зачастую в разных таких специализированных программах. Будет ерунда какая-то. Гламур, глянец и пошлость, на самом деле. Корни у нас ведь одинаковые у всех. Мир, он маленький. Планета Земля, она крошечная, песчинка, очень маленькая. Поэтому музыка народная, это музыка земли. А земля, как я уже только-только что сказал, она вот такая маленькая, она у всех одна. И почувствовать музыку вот этой земли, не нужно стараться копаться в фольклоре. Это очень хорошо, это очень здорово. Но существует масса так называемых фолк рок-групп, которые играют тот же самый глянец и ту же самую попсу. Берутся народные мелодии, да, обрабатываются и вот так вот их давай-давай, шуба-дуба. Это все очень красиво, интересно, замечательно. Я против поп-музыки ничего не имею. Я сам ее слушаю очень часто. Но это не проходит, не проникает внутрь. Это все такое внешнее. И если ты берешь гитару, хочешь играть рок-н-ролл, такой, который ты услышал по радио, слушал какую-то хорошую группу по радио, взял гитару и решил, а я сделаю так же сейчас, еще и круче. Ну и будет плоская, ненужная, в общем, пустая совершенно музыка. Даже если ты грамотно все сделаешь, сыграешь, она будет пустая, в ней не будет ничего, кроме того звука, который ты услышал по радио, переработал и все. А если ты посмотришь вниз или наверх или в стороны и почувствуешь мир, землю, корни, не важно какие, Африки, Китая, Индии, России, Финляндии, Швеции, Германии, не важно. Корни одни, земля у нас одна. Если музыка пойдет оттуда, в любой форме, в любом стиле, джаз, блюз, рок, все что угодно, индастриал, электронная музыка. Вы скажете, электроники нет в природе, какая электронная музыка? Электричества в природе полно, и оно сильнее в десятки миллионов раз, чем все наши атомные электростанции вместе взятые с всей Земли. Посмотрите во время грозы на небо, посмотрите на молнии, что это такое, какая сила, какая сила в природе, в нашей Земле. В природе не обязательно даже шевельнуть плечом, а двинуть кончиком пальца, и половина городов как не бывало. Землетрясения, цунами, извержение вулканов — это мелкие такие чихи природы. Представляете, какая в ней сила? Я говорю, банальности, но из банальностей состоит вся жизнь. Банальность — это не более как много раз повторенная истина. Вот пластинка группы Теодор Бастард, нашей Санкт-Петербургской группы. Группа образована в 1999 году, и если мне память не изменяет, это восьмой альбом коллектива. Называется «Волчья ягода». Вышел он в 2021 году. Очень красивая обложка. И пластинка эта посвящена как раз вот этому, то есть миру, который нас окружает. Музыка здесь достаточно тревожная, потому что музыканты, я не знаю, сознательно или подсознательно, но чувствуют силу и мощь окружающего нас мира. Силу и мощь леса, гор, рек, озер, грозы, ветра — это в миллионы раз сильнее, чем все наши пулеметы, пушки, автоматы. Я уже не говорю про лозунги. Это настоящее. И музыка здесь настоящая. Несмотря на то, что Фёдор Старостин, он же Теодор Бастард, он же Фёдор Сволочь, в переводе на русский язык Теодор Бастард, начинал с музыки Industrial, с электронной музыки, с разнообразных авангардных штучек. Пришел, во всяком случае, на этом альбоме, он пришел к тому, что называется World Music. Ну, только поймите меня правильно, в World Music многие даже такие ужасающие коллективы, как Enigma называют World Music или там Deep Forest, например, в 90-х очень популярное было образование, тоже говорят, что это World Music. Ну, бог им судья, конечно. World Music — это не поп-музыка, не вот эти вот то, что во всех разных там электронных каталогах, World Music, и там идет какая-то такая попсация с африканскими перкуссиями, с барабанчиками, с флейтами. Замечательно, я говорю, я попсу слушаю очень часто, но это не World Music, это такая глянцевая гламурная подделка. А здесь все по-настоящему, здесь все прожито, прочувствовано, и все идет вот оттуда. Все идет оттуда. Я уже говорил, да, по-моему, это восьмой альбом Театр Бастард. Кроме этого, у группы несколько саундтреков, значительное количество клипов. Участие в фестивалях, я даже не буду перечислять, каких их больше тридцати. Международные, народные, и народные, всякие разные. Прекрасные концерты дает группа, изумительное шоу, советую посмотреть. Но про волчью ягоду. Во-первых, Яна Вева прекрасным образом здесь поет и играет. А использованные инструменты на записи. Здесь следующие. Просто надо смотреть в каждой песне отдельный список. Ну, вот возьмем, например, песню Шуми. Это вторая песня на первой стороне. Первая – Flute Song. Это инструментальная пьеса, коротенькая, очень... Не люблю слово «психоделическая». Очень музыкальная, очень природная. Несмотря на то, что электронная. Несмотря на то, что там флейта. Играет лидирующую партию, но все-таки синтезаторы, шумы, клавишные, флейта, перкуссия. А дальше вот Шуми, собственно, песня, она уже хоть и с вокалом, хоть и с понятной мелодией, хоть и с русским текстом, со словами, но это чистая такая, чистый какой-то одновременный space rock и world music и народная мелодия. И все, что вы хотите. И рок, и фолк, и все в одном флаконе. Почему я говорил о том, что корни у нас одни? Здесь использованы инструменты каких-то, чего здесь только нет. Музыканты объездили, но не весь мир, конечно, но значительную его часть. И везде, где они были, они впитывали ту музыку, которую слышали вокруг себя. Здесь и Япония, и Китай, и Индия, и Африка, и Скандинавия, и все что угодно. И Россия, понятно. И север России, и юг России, и центр России. Все здесь вместе, все звучит очень органично. И даже вот эта песня Шуми, она кажется таким электронным русским фолком, но там просыпаются уже и восточные мотивы, и все это очень естественно. И все это доказывает то, что мир-то един. И делить его, вот так искусственно разрезать, это занятие неблагодарное. Скеп Георг, следующий номер, тоже с женским вокалом, с вокалом Яны Вевы, но очень тревожный. Очень тревожный и неожиданно в фолковой вот этой волт структуре, неожиданно вдруг в брифрине вылезает, нехорошее слово, но иначе не скажешь, выплывает классическая роковая, такая европейская фраза, клавишные с гитарами, прямо вот такой привычный рок, но это я подчерплю, одна длинная фраза рефреном, потом раз и пошла опять песня, очень интересная. Урсала, мрачная, с мужским хором, тяжелая, приближающаяся к индастриалу музыка, но очень мелодичная при этом. Лес, красивейший номер, и Камень, Снег и Металл, закрывающий первую сторону. Единственная песня, которая является такой простой, в смысле гармонии, в смысле мелодии, какой-то после вот этого наката, наката дикой природы на тебя из музыки первой стороны заключения, вот это Камень, Снег и Металл, не то чтобы как отдых, потому что не устаешь от этого наката, но как-то возвращение домой вдруг раз, уставший путник пришел домой, послушал песню Камень, Снег и Металл и отправился дальше, отправился дальше на вторую сторону альбома, Секреты. Замечательная мелодичная песня с вокалом Яны Вевы, с фортепиано, с клавишами разнообразными, с перкуссией. Очень красивая, очень плотная ткань, в середине синтезаторные звуки появляются, заполняющие все пространство, хотя там заполнять уже, казалось бы, некуда, там очень много звуков и, что касается звука, здесь вообще работа колоссальная, потому что так все точно расставлено по местам, где-то раз, где-то две нотки на гитаре, где-то две нотки на флейте, перкуссия электронная, перкуссия акустическая, никель-харпа, это неправильно я показал, это клавишная скрипка, шведский инструмент. И очень много всего, очень много необычной перкуссии, необычных звуков, очень интересное программирование синтезаторное, программирование ударных очень интересное, плюс живые барабаны. И все настолько профессионально, настолько качественно и настолько осмысленно, что просто получаешь огромное удовольствие. Реквием, вокал, синтезаторы и космос, и сплошной космос. А вот после реквиема пожато произведение с русским текстом, но настолько близкое к, по смыслу, близкое к тому, что делает группа Nine Inch Nails, просто понятно, что рядом эти группы могут спокойно выступать абсолютно, не разочаровав зрителя и слушателя. Хотя музыка другая. У Трента Резнера своя музыка, у Александра Старостина и Теодора Бастард музыка своя. Но настолько это мощно, неожиданно и ударно, с валом просто ударных, разнообразных, с ритмом моторным, таким завораживающим, но не быстро, не буги-буги вам дам, да. Такой плотняк просто идет, изумительный совершенно, с голосами, опять-таки, работа с голосами прекрасная везде здесь. Со словами, без слов, с вокализмом, со звуками, со смехом, которого полно здесь пожато. И смех придет такой оттенок ужаса в этой песне, что я очень советую послушать этот самый пожато. Ну и изумительная пьеса под названием «Волчок». Придет серенький волчок и укусит зобачок. Казалось бы, я смешные сейчас вещи говорю, да. Изумительная песня. Придет серенький волчок и укусит зобачок. Ничего смешного, потому что здесь расшифровка этой песни, этой колыбельной. А она не такая уж и веселая, не такая уж и смешная. Придет серенький волчок и укусит зобачок. И утащит в лесок. И здесь расшифровка этого всего и происходит. Все серьезно. Потому что утащит в лесок, а лесок вот он. Вот он лесок. Ничего смешного, ничего ернического здесь нет. Здесь мысли народные, земные, мысли людей, которые понимают, что такое лес, что такое волк, что такое ветер, что такое небо, что такое земля, что такое вода. И вот с этим пониманием все это и поется, и играется. И это невероятно хорошо просто. Оберег инструментальная пьеса с вокалом, однако, очень хорошая. И финальная Фьернгаден. Неожиданно совершенно околомаршевое гимнообразное полотно с какими-то шотландскими интонациями, фразами вот этими музыкальными из Шотландии. И все это укладывается вместе. И русский мелос, и финская музыка, и Китай, и Япония, и Индия. Здесь все есть. И Шотландия. И Тренд Резнер еще вдобавок. Все это есть, все это органично. И все это ниоткуда не слизано, ниоткуда не скопировано, ни с какого радио не услышано. А все это родилось из земли, из воздуха, из воды, из неба и из души музыкантов Теодора Бастера. Очень советую. «Волчья ягода», 2021 год. За этот альбом я обязательно сейчас прямо и выпью. До новых встреч. Пока.